Руслан Горбаль 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 людей, которая пришла, что нас очень удивило. Люди, которые уже подготовлены к этому и которые уже готовы непосредственно принимать участие в обороне города. Первое, что вы посоветовали бы сделать харьковчанам при этой подготовке? Смотрите, на самом деле направлений очень много. Мы сейчас уже начали, вот в четверг уже анонсировали поездку к границе. Мы планируем ехать и в Плетеневку, это Плетеневка Шебекина, и пограничный пункт пропуска для того, чтобы начать рыть ров. Это будет ров 4 на 2, для того, чтобы обезопасить наших пограничников и закрыть этот пункт пропуска. Также планируется там блокпосты, нормальные блокпосты, укрепленные, чтобы действительно границу можно было держать. Мы раньше видели, что там роют экскаватор, по сути. Для этого нужны люди, то есть все-таки не хватает мощности, техники? Не хватает, потому что из заявленных 300 км границы там прорыли буквально 20 км. Власть анонсировала этот ров, но фактически оно все заглохло. Поэтому силами активистов мы решили сделать это таким вот образом. Сейчас мы также ищем эскаваторы, мы ищем бульдозеры для того, чтобы можно было этот процесс ускорить. На данный момент мы планируем активистами ехать туда с лопатами, ну и по мере возможности это все делать. Сколько человек уже на это согласились? Вы знаете, список постоянно пополняется. Там уже счет идет на сотни. Мы сами этого не ожидали, но, как оказалось, у нас очень много нерадошных людей. Вот они звонят по телефонам, они записываются, они вносят какие-то деньги, как и материальную помощь. Кто предлагает те же самые лопаты, мешки принести, кто просто деньги перечисляет. Вот таким вот образом. Также есть направление, как и партизанское движение. Условно мы его называем партизанское движение. Суть в том, что мы будем готовиться физически, мы будем проводить боевую подготовку, мы будем проводить стрельбище для того, чтобы в случае каких-то событий люди уже знали, куда им бежать и что им нужно делать. Сейчас составляем списки бомбоубежищ. Тоже это очень актуальный вопрос, потому что Горсовет эту акцию саботирует. Они отказываются давать список бомбоубежищ по городу Харькову. Нам сами люди звонят, которые знают, где они находятся, дают их адреса, записываются волонтеры, которые уже готовы ехать, расчищать их. Вот таким вот образом мы сейчас работаем. Как вы считаете, почему Горсовет саботирует эти вопросы? Это важный все-таки вопрос на случай введения боевых действий. Первое, что у людей возникает, вопрос, куда бежать, куда прятаться. У нас есть информация, это информация подтвержденная, что большая часть бомбоубежищ или продана, или сдана в аренду. Вот мы дали крайний срок завтра. Завтра будет проходить собрание Горсовета с областной администрацией. Областная администрация все это поддерживает. То есть наше желание помогать в расчистке бомбоубежищ. И завтра будет проходить собрание Горсовет, областная администрация и активисты города Харькова. И завтра они должны нам дать ответ адреса этих бомбоубежищ. То есть причина в одном, что очевидно они не подготовлены или их нет. И поэтому их до сих пор адресов у нас нет. Но завтра мы надеемся, что они будут. А если нет, то Руслан ответил на вопрос, как мы будем действовать в этой ситуации. А что должно быть в этом бомбоубежище, как вы считаете? Бомбоубежище, оно должно в первую очередь быть расчищенным. Оно должно освещаться. Там должен быть необходимый запас продуктов на первое время. И каких-то лекарственных средств. Чтобы люди могли там некоторое время укрываться. Чтобы можно там было пересидеть день, два, три. На случай каких-то действий. Еще хотел бы добавить очень важный момент. В том причине саботажа городской власти. И все мы знаем, что наша городская власть, она состоит в основном из депутатов регионалов. Которые в зависимости от событий просто меняют свой окрас. То есть сегодня они красные, завтра они синие, послезавтра они еще какие-то. Вот это тоже очень важный момент, который нужно понимать. Потому что из... Ну казалось бы, уже вроде бы перекрасились и говорили, что проукраинские позиции занимают. Ну это они анонсируют. Но в то же время реальной поддержки мы от них не ощущаем. Вот даже сегодня у нас был инцидент, когда Горсвет начал снимать флаги. Флаги по улице Сумской, по улице Новгородской, по проспекту Гагарины. Которые вешали сами активисты. Украинские. Они не дают, и никто не знает, кто может эти указания давать. Вот в чем дело. Понятно. Но если говорить о том, что к боевым действиям необходимо быть подготовленными не только морально, но и физически. Как вы можете предложить харьковчанам к этому подготовиться и где? Сейчас физическая подготовка. Сегодня проходит первая тренировка. Всех добровольцев, которые записались, разбивают на группы по 20 человек. И с ними будут проходить тренировки, соответственно, по направлениям. Это штурмовые отряды, это отряды зачистки, это разные боевые искусства. И будут проводиться тренировки по стрельбе. Это будет проводиться с военкоматами. То есть всех желающих будут вывозить на стрельбище с обученными инструкторами, которые будут проводить обучение. Как обращаться с оружием и как в случае необходимости его употреблять. Давайте посмотрим сейчас репортаж о том, как проходил открытый университет на Площади Свободы. Затем продолжим обсуждение. Пожалуйста. Военные курсанты политеха и медики устроили на Площади Свободы своеобразный университет под открытым небом. Практический тренинг на случай боевых действий. Харьков – прифронтовой город, говорят организаторы. Поэтому работать нужно на упреждение. Я вышел сюда, чтобы показать взрослые оружия, которые находятся на оружии в Силах Украины. Показать людям, чтобы они впевнили в надеянности нашей оружии и увидели в нас, что мы защищаем нашу державу. Выбраться из военной машины бойцу удается не сразу. БТР оккупировала детвора. Вопросы при этом совсем не детские. Как можно обезвредить бронетранспортер? Ножом? Нет, невозможно. А почему? РПГ, я думаю, можно. Это жизнь всякая может случиться. Поэтому, я думаю, каждый человек, начиная с самого детства, должен понимать, в каком он мире живет, и осознанно к этому подходить. Остановить кровотечение, сделать искусственное дыхание, собрать тревожный чемоданчик. Здесь работает мобильный госпиталь. Смотрите, есть ли у нас две раны. Мы перевязываем всегда выше. Роб идет от секса. Вот, она ходит сюда, 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 сюда. Горожане записываются на курсы оказания первой медицинской помощи. Другие в бригады, которые в случае необходимости будут рыть противотанковые окопы и на уборку в бомбоубежище. У нас в Харькове есть бомбоубежище, но так как они не использовались, то, понятно, степень захламленности присутствует. Поэтому мы собираем людей, скажем так, чтобы они поучаствовали, посоучаствовали для разборки, уборки бомбоубежищ. Женщины записываются даже в партизанские движения. Физическая подготовка, умение стрелять, наличие автомобиля желательны, но организаторы обещают всему научить. Было бы желание. Я хочу, чтобы мои дети, мои внуки жили нормально. Я готова стрелять, я это умею. Такой мобилизации не хватило жителям Донбасса, рассказывает Дмитрий. Из Луганской области он привез в Харьков маму. Сам собирается обратно. Говорит, его земляки опомнились только тогда, когда сделать что-то было поздно. Город заполонили российские оккупанты. Что дойдет до того, что у нас в городе будут грады и танки, в это никто не мог представить. А сейчас все сидят и ждут, когда, наконец, флаг будет украинский висеть. Организаторы уверяют, все свои действия согласовывают с руководством области, правоохранителями и пограничниками. И уже в ближайшее время обещают приступить к работе. Татьяна Датяк, Игорь Тамбиев, агентство телевидения новости. Вот видите, жители Луганска были не готовы. Жители Харькова все-таки пытаетесь подготовить каким-то образом. Но, опять-таки, если приезжают танки, допустим, как харьковчане могут против танков этих действовать? Для того и делятся люди по разным направлениям. Люди, которые проходят физподготовку, люди, которые записываются в отряды медиков. Вот мы тоже, честно говоря, не ожидали, но фактически у нас уже есть медицинская сотня. Больше ста человек записались желающими в медики. Сейчас они будут проходить соответствующую подготовку, в том числе информационную, чтобы они знали, к кому обращаться, куда идти, чтобы их действия были согласованы и все такое. Ну, а если ГРАДы, опять-таки, смотрите, если действуют вот эти вот системы залпового огня, людям все-таки лучше спрятаться где-то в подвале или в бомбоубежище. Но каким образом можно противодействовать силе регулярной российской армии? И вот те силы, которые мы видим сейчас в Донецкой области, перемещаются? Смотрите, у нас основная цель не в том, чтобы мы сделали всю работу сами, а в том, чтобы объединить все силы, которые готовы защищать Харьков и Украину, и нашу Украину. То есть мы не говорим о том, что мы возьмем автоматы и пойдем против Градов. Их никто и не даст, во-первых. Совершенно верно, да. Мы говорим о том, что активная часть нашего гражданского общества готова работать вместе с нашими Збройными силами Украины, с нашей милицией, с нашим СБУ. Все. И вместе, сообща, мы, я думаю, сможем дать отпор. Как еще харьковчане могут противостоять в том числе информационным атакам со стороны соседней страны? Вот мы сейчас, создается тоже такое направление такой работы, да, как информационной. То есть это соцсети, это взаимодействие с телеканалами, где будет доноситься информация до людей, да, что происходит, чтобы не было никакой паники, чтобы не было у людей никакой пшенки, чтобы люди четко понимали, что они могут делать. То есть это направление работы, мы считаем, что одно из основных. И сейчас мы его проводим. То есть вот на площади были волонтеры, которые раздавали информационные листовки. Также это, как я уже сказала, ведется через соцсети. Как вы определяете настроение харьковчан? Сейчас ли уменьшилось количество пророссийски настроенных граждан? Увеличилось ли больше людей, которые себя идентифицируют именно как украинцы в Харькове? Сейчас то, что показало воскресенье, да, что большинство людей, да, уже осознают, что происходит. И даже если раньше люди каким-то образом не понимали, да, и ассоциировали сейчас себя с Россией, то сейчас это очень меняется, да, прогрессивно меняется. И вот в воскресенье это показало. И если раньше, в тот момент, это вот можно проследить по ситуациям, когда мы вывешивали украинские флаги у города Харьков, то было очень много, ну, скажем так, недоброжелателей, да? Недовольных. Недовольных людей, да. То вот сегодняшняя ситуация, когда снимали флаги на улице Сумской, украинскую символику. Это коммунальная служба. Коммунальная служба, да, Горсвет, да, снимали украинскую символику. И там собралось более ста, наверное, людей, вот просто прохожих. И когда активисты добились того, чтобы эти флаги вешали назад, то есть это была милиция, да, там какие-то действия, и все аплодировали. То есть это аплодировали, кричали «Украина», кричали «Молодцы!» и большая часть людей поддерживали и радовались. То есть они понимают, да, что сейчас происходит. Это опыт Мариуполя, да, опыт Донецка, Луганска. И люди сейчас становятся более осознанными, то есть более понимают, чего ждать и что делать. Ну а как вы считаете, что еще могут сделать харьковчане во избежание появления тут зеленых человечков? Это основное. Объединяться, понимать, что происходит. Не прятаться в своих квартирах, а принимать какое-то участие. Не важно, какое оно. Кто-то записывается в медики, кто-то идет, учится стрелять, кто-то просто привезет канистру бензина, кто-то купит какие-то медикаменты. Это не важно. Главное, чтобы каждый для себя осознал, я живу по принципу, не мне все должны, а что я могу сделать для своей страны. И тогда мы сможем ее построить такой, как она должна быть. Как еще помогают вам областные власти или городские? Опять-таки, какими-то, может быть, средствами возникают такие вот средства помощи или нет? Средства более, наверное, информационно помогают. То есть это связь с пограничниками. И сейчас активисты, они взаимодействуют с пограничниками, с военкоматами. То есть это информационная связь, соединение людей друг с другом, простраивание вот этих связей. Каким образом люди могут к вам обращаться? Когда мы проводили университет свой открытый, когда мы проводим любые акции по вывешиванию символики и так далее, мы раздаем людям свои визитки. Там мы организация открытая, там есть наши телефоны, там есть наши группы в социальных сетях, ВКонтакте, Фейсбуке. И таким вот образом к нам могут звонить, задавать какие-то вопросы, предлагать какие-то свои варианты. И много ли уже людей обратилось за какой-то промежуток времени, может быть, месяц? Это тяжело посчитать, но люди обращаются, людей много. Мы это видим по тех, которые приходят на акции. То есть их число постоянно увеличивается. И что очень хорошо, они меняются. То есть мы постоянно видим какие-то новые лица. Это не есть одни и те же люди, которые там ходят, которые были полгода назад, которые остались сейчас. Люди постоянно обновляются, люди меняются. Акции проводятся не только в Харькове. Насколько я видел, были и выездные такие в Киеве акции. Требовали в том числе отставки городского головы, и горсовета нынешнего перевыборов. Результат какой, как вы считаете? То, что в Верховной Раде не готовы к этим перевыборам сейчас в Харькове. Как это расценивать? Результаты, что мы увидели реальность. Когда ты видишь реальность, то тебе потом легче что-то сделать. И мы сейчас предпринимаем какие-то следующие шаги. То есть Верховный Совет мы не будем оставлять в покое. Администрацию президента также мы будем пикетировать, добиваться того, чтобы наш горсовет распустили, и чтобы эти перевыборы состоялись. То есть мы это просто не будем оставлять. И если раньше мы, ну, одним словом, реальность увидели, и когда ты это видишь, то тебе легче потом что-то с этим делать, легче понимать дальше, что ты можешь сделать. Дальнейшие шаги. Да, дальнейшие шаги. Вот буквально накануне Инна Богословская в интервью одному из СМИ сказала, что Геннадий Кернес будет первым человеком, который передаст ключи от Харькова России, если возникнет такая ситуация. А как вы считаете, кто тогда от Харькова мог бы заменить Геннадия Кернеса? Вы знаете, вот сейчас эти кандидатуры определяются. Сейчас мы, ну, я не как бы… Смотрите, одна из кандидатур, на которой мы остановились, которую мы все цело поддерживаем, это есть Дробот, Дмитрий Дробот. Сейчас начинается предвыгранная кампания, мы планируем, что он идет у нас в Верховный Совет. Ну, сейчас вот каким-то образом определяются эти кандидатуры, с кем-то согласовываются? Или это просто ваше желание такое быть? Нет, смотрите, это все согласовывается с громадой Харькова. То есть, это люди, которых мы видели, скажем так, с начала Майдана, с декабря месяца. И мы видели, как они проявлялись в тех или иных ситуациях. И это люди, скажем так, отзывы о которых могут дать разные источники. Они не базируются на каких-то личных симпатиях или антипатиях. Это как человек себя проявил реальными действиями в этой ситуации. Еще хотелось, если можно, добавить по поводу ключей. То у нас есть как бы достоверная информация, что сейчас в Харькове готовится переворот, который готовится Добкиным, Михаилом нашим, что его убрали с поля зрения, как бы сейчас отвели от него внимание. И сейчас в Харькове готовится ряд терактов. Это взрывы метро, это разнообразные раскачки ситуаций, провокации. И что за всем этим стоит Добкин. То есть, это достоверная информация. А от кого такая информация поступила? Это какие-то источники или как? Это разные источники. И причем, да, люди, в которых есть… Больше двух источников. Да, да. Конечно, больше двух. И информация от этих людей поступала, она ни разу как бы не была… То есть, она всегда была достоверной, скажем так. Ну а для чего это будет делаться, как вы считаете? Тоже большой вопрос для нас. Это ответ на ваш вопрос первый, да? То есть, для того, чтобы при этом передать те самые ключи от Харькова именно России, да? То есть, создать такую вот деструктивную вот эту вот ситуацию, в которой люди будут в панике и так далее, да? Мы знаем, что изначально под прицелом стоял Харьков, да? Мы помним, как в феврале здесь был съезд регионалов всех, да? Да, и изначально был Харьков целью вот всех этих ситуаций. И только благодаря тому, что люди, более 40 тысяч людей вышли и не дали этому произойти, то есть, вот, дальше это все перекинулось на Луганск и Донецк. Но то, что Харьков остается под прицелом, это факт. И даже то, что информация от подограничников, что все время на границе с Харьковом, с Харьковской областью происходит передвижение российских войск, да, и они все ближе подвигаются к Харькову. То есть, сейчас харьковчанам явно нужно проявлять опять активность и показывать всецело, что они за Украину и за то, чтобы Харьков был именно украинским городом? Это сейчас крайне необходимо для того, чтобы это предотвратить. И опыт предотвращения есть. То есть, сейчас очень главное Харькову и всем жителям укрепить вот эту силу, веру, дух и объединиться между собой. Это наша самая главная защита. И у нас есть очень колоссальный опыт. Вот даже если взять такой маленький городочек, как Сватово, и мы помним, что когда захватывали Луганск и область, то вот этот поселочек Сватово, да, он 15 километров находится от Луганска. И он весь был в украинской символике. И там жители все были настроены, то есть, за единую Украину. И они не дали войти туда войскам. И до сих пор этот поселок остается украинским. И дело не в количестве, да, и, как бы, этих сил, да, и их над нами преимущества. А дело в нас, в нашей вере и в том, что объединившись, координировав свои движения, мы можем защитить свой город, Украину. Медицинские курсы, которые проходили харьковчане, какие результаты показали? Показали, что очень много людей уже с хорошей подготовкой. Много людей, которые в этом пока есть, ну, скажем так, может, и не с ведущими, которые готовы учиться. Много людей, которые готовы отдавать свое время после учебы, после работы, которые готовы посвящать этому свои выходные. И они показали, что у нас много неравнонужных людей. Вот это самое основное. По всем разным направлениям, которые проводились. А сейчас вот то, что говорят военные, много солдат погибает именно из-за того, что в первые минуты нет первой необходимой помощи. Да, совершенно верно. Над этим тоже работаясь, а над поставками необходимых медикаментов, чтобы мы были в этом плане оснащены. Ну, а волонтеры какие-то еще получают средства, опять-таки, от государства, может быть, какие-то варианты? От государства пока у нас нет ничего. То есть это все, скажем так, инициатива простых людей. Чтобы вы понимали, идея этого открытого университета, она родилась не в одной голове. Оно так получилось, что на эти выходные многие люди предложили именно такую форму проведения акции. И она сработала, мы сами этого не ожидали. Это оказалась очень удачная форма проведения акции, очень удачный формат, и люди на нее подтягиваются. И это будете еще продолжать такие акции? Да, мы решили, что открытый университет мы будем проводить каждое воскресенье на центральной площади. И можно будет приходить примерно в какое время туда? Я так думаю, что это будет с 11 часов, как и было в прошлый раз. Можно будет приходить, чтобы это было системное обучение, чтобы это не было как развлекательная программа. То есть если человек решил город защищать, ему нужна системная подготовка. Ну и у нас осталось совсем немного времени. Подводя итоги, какие бы выводы вы сделали, что сказали бы харьковчанам? Во-первых, мы бы хотели, наверное, выразить благодарность всем тем харьковчанам, которые сейчас поднимаются и которые готовы защищать. Не бояться, вместе мы сила. И сейчас действует самый главный закон. Брат за брата, свой за свогу. И это гарантия нашей победы. И очень важно понимать, что враг, он всегда внутри. То, что показал Луганск и Донецк, что на город начинали нападать изнутри. И наша сейчас главная задача объединиться этого врага, всех пророссийски настроенных, всех сепаратистов, нейтрализовать изнутри. И ваши выводы? Полностью поддерживаю. Спасибо за участие в нашей программе. Напомню, у нас в гостях были Руслан Горбаль, активист громадской варты Харьков, и Татьяна Пасынок, активист громадского сектора Евромайдана. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. Руслан Горбаль Руслан Горбаль